Наш долг составляет 48 тысяч. Наш долг составляет 48 тысяч. Долг 34 тысячи. Наш долг составляет 48 тысяч. Живем две пенсионерки. И такие долги за капремонт у всех жителей этой многоэтажки. А в доме почти 300 квартир. О том, что люди стали злостными неплательщиками, они узнали из квитанции ЖКХ за сентябрь. Самые активные сразу обратились в управляющую компанию. 34 900 долг. При этом я взяла справочки. Значит, мой дом Урал по нолям. То есть на сегодня, ну, так, на какой месяц? На сентябрь месяц ноль. И у ДЭЗа то же самое получается по нолям. Одно другому противоречит. В 2017 году большинство собственников квартиры решили организовать свой спецсчет. Деньги исправно платили в УК. Когда пришли квитанции с долгами, люди случайно узнали, что спецсчет на их многоэтажке закрыт еще в мае. Именно тогда на доме появился общий котел регионального оператора. В общем, одним словом, тут не разобраться. То ли эти говорят, что они все сведения о том, что мы платили эти годы, передали в территориальный. Проверить это только ходить туда, скандалить. С вопросами мы обратились к руководству рекоператора. Оказалось, что скандальные квитанции пришли людям из-за проблем с документами. Спецсчет закрыли в мае, а первые уведомления управляющая компания передала в рекоператор только в конце августа. Поступил только протокол о документах, о выполненных работах там не было. Были только документы, связанные с реестром начислений, реестром оплат. Но это как раз и говорит о том, что мы считаем, что люди какую-то часть денег оплатили, какую-то часть денег у них остается в задолженности, но при этом информации, куда они их потратили, у нас не было. А деньги, которые с банка нам были перечислены, они совсем не соответствовали тем цифрам, которые были в реестрах. Теперь рекоператор выставил все замечания управляющей компании. Нам обещали, что в новых платежках у жильцов долги исчезнут. Теперь люди собираются разбираться с управляющей компанией. Они уверяют, что за переход со спецсчета никто не голосовал. Заявление активисты уже написали в прокуратуру и ГЖИ. Дмитрий Бачко, Андрей Грищук, 31 канал.